Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Трофимов, и сегодня в нашем обзоре бензиновая газонокосилка PT-47LM. Бензиновая газонокосилка является самыми распространенными среди косилок. В отличие от аккумуляторных и электрических моделей, их отличает высокая мощность и мобильность. Газонокосилка поставляется в картонной упаковке, внутри которой предусмотрены специальные защитные элементы. Комплектация модели PT-47LM такова. Газонокосилка в сборе, рукоятка, верхняя и нижняя ее части, насадка рукоятки переключения мощности, травосборник, заглушка для мульчирования, кожух бокового выброса, комплексная панель. После извлечения газонокосилки и всех комплектующих приступаем к сборке и подготовке моделей к эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов. Сборка рукоятки. Совместите верхнюю и нижнюю часть рукоятки и надежно закрепите их с помощью фиксатора. Затем ставьте конструкцию в корпус газонокосилки. Кабели и тяги управления крепятся специальными фиксаторами. Защелкните фиксатор на кабеле, соединяющем блок выключателя и двигатель. Открутите крышку маслоналивной трубки и извлеките щуп. Залейте достаточное количество масла в картре двигателя, ставьте щуп обратно, затем снова извлеките его. Проверьте на нем уровень масла. Он должен варьироваться между отметками минимум и максимум. Затем верните его на место и крепко закрутите крышку. Внимание! Проверка масла должна производиться перед каждым запуском газонокосилки и через каждые 5 часов эксплуатации. Откройте крышку бензобака и медленно налейте топливо из канистры. Не переполняйте топливный бак. Оставляйте воздушное пространство для возможного расширения топлива. Если в момент заполнения бака вы пролили топливо на корпус косилки, ни в коем случае не запускайте аппарат. Следует дождаться, пока горючее полностью испарится. Основным элементом газонокосилки является четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с вертикальной осью коленвала Патриот 139СС. Мощность 4,5 л.с. Обороты двигателя 3000 оборотов в минуту. Ширина скоса 460 мм. Высота скоса от 30 до 75 мм. Объем травосборника 60 литров. Система старта. Ручной запуск. Привод колес отсутствует. Диаметр колес 178 и 254 мм соответственно. Вес 31 кг. Перед началом работы отрегулируйте положение рукоятки управления для максимального удобства при работе. Проверьте состояние воздушного фильтра и свечи. При запуске газонокосилки стойте на безопасном удалении от деки и ножа и не стойте напротив окна выброса травы. Перед запуском установите минимальную мощность. На панели она обозначена символом черепаха. 3-4 раза подкачайте праймер. Шнур стартера должен уже находиться в натянутом состоянии. Энергично, но без особых рывков потяните за ручку шнура до запуска двигателя. Газонокосилка может работать в трех режимах. Кошение со сбором в травосборник. При этом типе работы скошенная трава попадает в травосборник. Следует учесть, что при обилии травы на участке травосборник будет быстро заполняться. Своевременно проводите очистку, не давая траве полностью забить его и снизить качество работы. Кошение высокой травы с выбросом в сторону. Существует ошибочное мнение, что газонокосилки не могут справиться с высокой травой. На самом деле это не так. При снятом травосборнике выберите уровень высоты кошения и установите специальный кожух бокового выброса. Именно этот режим следует применять при кошении высокой травы. Кошение с мульчированием. Опять же, при снятом травосборнике газонокосилку можно перевести в режим мульчирования. Для этого стоит лишь установить мульчирующую заглушку. При таком способе работы трава измельчается под дека и остается на газоне в качестве удобрения. Следует учитывать, что мульчирование лучше всего выполнять на сухой и не очень высокой траве. Высокая и влажная трава может легко забить газонокосилку. При работе всегда находитесь в специальной обуви на резиновой подошве. Используйте специализированную одежду, перчатки, беруши или наушники и очки. Избегайте кошения на сырой траве. Скользкая поверхность может привести к потере равновесия и травмам. По окончании работы выключите двигатель и дождитесь полной остановки режущего ножа. Уберите накопившуюся траву из травосборника. Промойте газонокосилку, особенно ее нож и деку. Если этого не сделать вовремя, скошенная трава засохнет и удалить ее с аппарата будет сложнее. Для мойки деки газонокосилки предусмотрен специальный штуцер. Любой производитель бензиновых газонокосилок не в силах справиться лишь с двумя минусами. Большим весом и шумом при работе двигателя. Но как показывает практика, потребителям это не мешает превращать уборку загородного участка не только в полезную, но и приятную прогулку. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новостями на нашем сайте и на страничках в социальных сетях.